Приветствую вас! Как сказали правильно мои коллеги, не совсем понятен смысл вашего вопроса, который вы задаете. То есть, если разобрать обиды на маму, да, то это одно. Если переследовать обиды на маму, лучше попытаться понять её, значит, конструктивно выразить свои чувства, да, выразить обиду, отпустить обиду. Вот. Это одно дело. Если вы хотите стать матерью, то есть вы хотите, чтобы, ну, вы стремились к родительству, это немножко другое. Но мне думается, что есть достаточно простое объяснение тому, почему вы, ну, условно говоря, вот, не может я по-прежнему не хотите детей, да. Во-первых, 23 года это достаточно рано для детей, потому что 23 года человек ещё сам, в принципе, сформируется. Вот. Я не думаю, что вам в 23 года нужно становиться обязательно матерью. Вот. Это первое, первый момент. Второй момент. Второй момент. Заключается в том, что вы не хотите быть матерью по той простой причине, что вы сами, вы сами ещё ребёнок. Вот. Вот. Смотрите. Всё, 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 всё. Вы сами, вы сами ещё ребёнок. Вот. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, именно избавившись от негатива по отношению к своей маме, да, вы, наконец, наконец-то подрослеете, вы станете более зрелой, более зрелой личностью. И, став более зрелой личностью, вполне возможно, что, встретив мужчину, ну, какого-то, да, вот, ну, просто встретив мужчину, вы однажды захотите именно с ним создать семью. Возможно, именно с ним однажды вы поймёте, что хотели бы стать матерью матерью. Вот. То есть, тут момент какой, тут момент какой, тут момент в том, что нельзя просто так, просто так захотеть стать мамой. Нельзя. Вот. Именно просто так этого захотеть нельзя. Нужно всё-таки, чтобы был партнёр. Вот. Понимаете? А сейчас вы говорите о том, что вот, вот, я одна, да, как мне одной стать матерью. То есть, это неконструктивная позиция. Такая. Ну, вот. Все понимаете. Теперь, сперва нужно завершить одно. Один момент для себя разобрать. Момент, связанный с мамой, да. Вот. И после уже вы получите ресурсы для того, чтобы стать мамой, например. Что вы сможете стать родителем. Вот. Я думаю, так. То есть, понятно, что на маму есть обиды. Понятно, что, что вы не чувствуете в себе любви, да, вот, ну, настолько, настолько, чтобы отдавать её, отдавать любовь ребёнку. Потому что вы, может быть, сами себя не чувствуете любимой, да. Не чувствуете себя, эм, не чувствуете себя полностью любимой. Вот. Эм, так что я думаю, что вот в такой очерёдности, необходимо вам двигаться. Вот. Само взгляд. Это так. Эм, на этом всё. Эм, что касается вашего вопроса, то я не думаю, думаю, что на него не обязательно отвечать. Потому что вы, в принципе, сами видите ответы, да, то есть, мама, конечно, повлияла. Но выбор сделали вы сами. То есть, мама здесь ни при чём. Ни при чём. А то я так чувствую, что, что, что вы и маму свою, значит, обвинять начнёте в том, что из-за неё вы теперь не хотите, не хотите детей. Вот. Т.е. Эм, примите, примите личную ответственность за то, что с вами происходит. Примите личную ответственность за то, что вы чувствуете, хотите и делаете, а не на маму перекладывать. Вот так На этом все Если у вас остались дополнительные вопросы Вы можете задать мне их в личку Я буду рад вам помочь Если вам понравился мой ответ Буду благодарен Если вы сделаете его лучшим Я желаю вам всего самого доброго Я надеюсь Что вы все-таки для себя Разграничите эти два момента Удачи И всего вам самого доброго